здравствуйте мои дорогие этим прекрасным Свидетельный солнечный мир для себя у него всегда очень важный Сейчас утро в 7 часов утра Сейчас птицы полет так громко, что и хочется слушать Самая приятная музыка это пение птиц Ползет улитка, ползет улитка и ты все равно понимаешь что жизнь готова для движения Нужно дефицит вперед Все живое тянется к свету Главное не задавить Стопом на уликах я еще не видел Вот кто-то задавил, может быть это даже я был Когда мы смотрим в воду Очень важно смотреть в воду То, что у нас под ногами Мы все время смотрим вдаль и вводим себя в заблуждение Пока мы смотрим вдаль, примеряем на себя прекрасное далеко То, что у нас является почвой под ногами Мы можем не замечать Что зачем нам это далеко, когда вот эта сама жизнь Она вот она Я во многом могу заблуждаться Но О том, что надо смотреть в под ноги Я понял это действительно так С детства еще учат нас Смотри в под ноги Смотри в под ноги И не растопчи чью-то жизнь Даже если это обычный маленький мураш Маленький мурашка Вот хотясь В большом Темпе В жизни Мы все время Теряем То, что Происходит с нами Тянемся к несбыточным мечтам И не замечаем как То, к чему мы тянулись Несколько лет назад уже сбывается От того, что мы не можем остановиться В потоке своих желаний Мы выпускаем Влажные Вот я желал Обрести для себя Это Райский комфорт И сейчас я его наблюдаю Где-то подсознательно Мозг не хочет останавливаться Он пытается Вывести тебя На что-то новое Но Но идя на поводу Нашего мозга Мы никогда не обретали счастья В любом случае Если Сама собака Остановит И кто-то нам докажет это Счастье В других случаях Мы Просто Алчно Пытались Что-то изменить Что-то изменить И все Что мы Меняем Нас Меняет Очень часто бывает Что все Эти Изменения По сути Нас Не меняются А камнем Останавливают В нашем развитии Развивается Человек Только тот Который Не старается Что-то изменить Который доверяет В своей судьбе В своей натуре Как матери родной А с детства нас учат Абсолютно обратно Нам говорят Ты должен измениться Ты должен стать лучше Ты должен Ты должен Ты должен Ты должен И вот это вот Ты должен Делает нас Должниками И мы мчимся Без оглядки В эти долги Когда Оборачиваемся Понимаем Что по сути В жизни мы никому Ничего не должны Я могу это повторить трижды Чтобы это было понятно Мы никому Ничего не должны Мы никому Ничего не должны Просто Человек Не осознающий Другого человека Который ему говорит Ты должен Он не понимает Что в это время Говорит Твое подсознание Твоя неосознанность Она говорит Для того Чтобы ты Двигался Вперед Не останавливался Улитка со своей Минимальной скоростью Но тоже Движется Вперед Не могу поспорить У нее В голове звучит та же Музыка Ты должна Ты должна Ты должна А должна А должна ли она Если улитке С нашей стороны Добавить Отсознанность Она увидит Что она никому Ничего не должна Она просто Выстроит в себе Определенную Укромную Убежище От всех Незгод И будешь Счастливой Улиткой Но от того Что Нами Движет Ты должен Ты должна Мы не можем Создать себе Убежище И насладиться Его Бытием Мы Все равно Пытаемся Выбраться Благодаря Чувству Долга Даже И самого Комфортного Места Под названием Любовь Ведь Любовь Это Место Комфорта Настоящая Любовь Она никогда не говорит тебе Ты должен Она говорит Волод Бери меня Ты получи Ты Насладись Настоящая Любовь всегда говорит Вот я Останься со мной Побудь со мной Побудь во мне Настоящая Любовь никогда не загоняет тебя в долги Она не говорит Она не говорит Сегодня Надо это Для того чтобы я была Завтра Надо вот это Для того чтобы я была Настоящая любовь Она просто Говорит Будь Что бы ты ни решил Я все равно буду с тобой По мере моих знаний Подсознаний Я вижу что Много Лжи Присутствует Не вокруг нас А внутри нас И если Вы встретили этот момент Вот этого человека В своей жизни Который Говорит Вот я здесь Будь со мной Вы должны Отбросить все Что вам не нравится Все Неприятие Это и есть Ваше Вы и так долго добирались до этого Каньона Где нет ветра Буря Шторма Зачем Отсюда вы уходите Перешагивать В позицию Где Снова придется бороться И бороться за что За ложь За обман За неприятие Самого себя Исключите Из своей жизни Вот это И если к вам пришло Равнодельствие Равномыслие Замрите на одну минуту И посмотрите Что произойдет И посмотрите Что произойдет Если ничего не происходит То это Высшее благо Потому что Именно в этом месте Вы находитесь Место Где есть Любовь Само слово Любовь Когда Когда начинаешь Разбираться Понимаешь Что Тот Кто его придумал Он знал что придумал Любовь И Больфь То есть Любовь Это Как Как лето Прекрасно А боль Это Отпусти Отпусти боль Остановись В лете И тогда Ты поймешь это слово Само слово Говорит Само за себя У нас У каждого из нас В жизни встречается Много боли И Мало этого Любовь Связанного с летом И если мы Боль Оставим Ну Добавлен В жизни Получается Мы устанавливаем эту боль И остаемся в лете Вот и есть само понятие любви Счастья Удачи Любви Не насладиться Человек Любовью Если он Не застынет На том моменте Где есть лень Есть еще один Очень очевидный пример Природа Потеплело Зазеленело Птицы Птицы Запели Они запели На этом моменте Они не будут петь Зимой Или будут Но не так Ихние песни Отличаются Потому что Они знают Что сейчас Именно то время Когда надо Насладиться Когда надо Переродиться Размножаться И строить И строить Друг с другом Не отношения А именно Гнезда Гнезда Понимаете или нет При встрече с любовью Ты пытаешься Ты пытаешься построить Гнездо Миролюбие Миролюбие Этого момента Тогда Надо Вспомнить О реке Как течет река Тогда Надо Вспомнить О ручье Как течет ручей И прислушаться Как течет ручей И прислушаться И когда мы внимательно Вслушаемся То поймем Что даже река Что даже ручей Любой поток воды Издающий звук В одном потоке ритма Говорит Любовь Как это происходит Это происходит Потому что нет препятствий Нельзя устраивать препятствия В своей голове Представьте на секунду Что ваш разум Подключить К журчащему ручью Для того чтобы узнать Идете ли вы правильно И тогда Незриным глазом Увидим Харус Потому что Ручей Будет Давать каплю Вниз И забирать Две капли Назад Вот Вот Как Устроен наш разум Мы делаем Мы делаем шаг Вперед И два шага назад Встретившись С тем С той С чувством Мы сразу Дважды от него отходим И Если птицы так жили Много Либо они пели А если бы Деревья росли так Высокими Либо они выросли Представьте Насколько Искривленным Могло бы Дерево Если бы оно росло так Это не дерево Это Был бы Ползучий Кривой по земле Корень Но когда он Доберется До камня А он доберется До камня по-любому Ведь когда мы идем Неправильно В своей жизни Мы натыкаемся на камень Но в нас есть влага Жизнь Каждый камень Отнимает Часть влаги Потому что Чтобы перейти камень Нужна Новая влага Чтобы была новая влага Нужна почва И без этой почвы Натыкаясь на камень Мы попадаем На гору камней И просто там Умираем От обезвоживания Не надо обезвоживать себя Не нужно устраивать преграды Самому себе Не нужно устраивать преграды Убеждаться Вы просто должны Осознанно Подойти К этому Со своей стороны Своего ума То вам надо строить Гнездо И в этом гнезде Загнездятся птенцы И вы Просто Обязаны Научить их Всему Что вот сейчас Поняли Чтобы Ваши птенцы В погоне За какими-то Невозможными Возможностями Не попали на камень И не оступились Не прекратился их путь Из-за вашего неправильного Учения Таких родителей очень мало Поэтому я вот сейчас Осознавая всю тщетность Ситуации Решил Записать Вот это видео Чтобы Попытаться помочь Хотя бы Тем Кто Приближен Ко мне А завтра все будет по-другому Завтра может вступить силу обратно Разум И толкать Необдуманные действия Необдуманные мысли Но вот эти слова Которые сегодня Вырвались Диким криком Из моего нутра Они Как звон небесный Как чудо природы Как облако одинокое Плывущее Средь ясного неба Как корабль Не знающий маршрута Потому что плывет по океану А земля круглая Таком баса нету Эти слова Должны стать основой Каждого человека Чтоб чувство долга Не испытывать спредь Один раз Услышав Эти слова Жизнь твоя изменится На смерть Будьте счастливы До новых встреч До новых встреч До новых встреч Поистине это и есть счастье. На всю волю Божию дарите счастье друг другу. До скорых встреч. Пока-пока.